Где будет твоя мысль, там будешь и ты. Так как тело вначале может стать тяжелым, а он легче и растворится совсем. Растворится совсем. Ты здесь. Но можешь находиться мыслями там, где ты захочешь. Прямо сейчас ты можешь оказаться в своем прошлом, оказаться в своем детстве. Перевьем насти как тебе будет угодно. И находясь там, ты можешь начать видеть картинки, слышать голоса, чувствовать так, как это было тогда. И твое тело знает это, знает эти ощущения, помнит это. И легко восстанавливает. И также впереди ты будешь легко восстанавливать любую картинку. Картинку, то, которая будет приносить тебе воспоминания. Воспоминания о твоих приятных состояний. Воспоминания о твоих комфортных состояний. Я буду прикасаться к тебе. Ну тебя это не касается, это полная безопасность. Полная безопасность. И ты сможешь отметить, что мыслей нет. Или они могут чуть-чуть появляться и исчезать. Или они могут исчезнуть совсем. Это такой же навык, как и твоя память. Помнить. Это навык. Забывать тоже навыки. Ты можешь забыть. Вспоминать, где ты сейчас находишься. И находиться там, где хочешь находиться ты. Для решения своих вопросов. Расслабляйся еще больше, еще дальше. Ощущая себя просто замечательно. Замечательно и расслаблено. Прекрасное состояние. Прекрасное ощущение. Замечательно. Скоро мой голос затихнет и услышит голос Натальи. И Наталин голос станет моим голосом. Он превратится в твой голос. В голоса твоих родителей, знакомых. И по твоему желанию. Только по твоему желанию. Голоса, которые ты будешь слышать. Будут приходить к тебе и делать ту важную работу. Которую им ты поручишь. Так как ты все можешь. Ты сама решаешь. Какие голоса слушать, а какие нет. Какие мысли останавливать, а какие пропускать. И прямо сейчас. Ну слышу голос Натальи. Он поведет тебя дальше. Туда, где ты получишь ответы на свои вопросы. И мы сейчас пойдем к тебе. К твоему высшему Я. Мы пойдем с тобой в детство. И в детстве. В самые счастливые моменты твоего детства. Мы встретимся с твоим высшим Я. Для того, чтобы поговорить. Для того, чтобы задать ему конкретные вопросы. И получить конкретные ответы. Мы идем сейчас в самый счастливый день твоего детства. Вспомни его. Вспомни, когда ты любила. И тебя любили. Когда ты смеялась. Когда мир был наполнен радостными эмоциями. Счастьем, полетом. Когда он был безграничным для тебя. И ты чувствовала, что ты в этом мире можешь быть кем угодно. Заниматься чем угодно. И проявляться как угодно. Вернись сейчас в это состояние. Води в него. И посмотри на мир глазами той девочки. Той светы, перед которой лежала вся жизнь. Вся жизнь. Счастливая. Яркая. В любви и радости. Ты видишь эту девочку? Давай попробуем посмотреть по сторонам. Поискать. Найти то мгновение, когда была девочка Света. Девочка Света. Счастливая. Любимая. Радостная. Надеюсь. Может это было в три годика. Может в четыре. Может в пять. Может это было рядом с мамой и папой. Может быть в кругу друзей. На улице. Может быть в садике. Либо на природе. Счастье. Счастье окутывала маленькую девочку Свету. И когда найдешь Свету, дай мне знать, что тебе удалось с ней встретиться. Ты можешь ее видеть, а можешь просто ощущать себя этой Светой. Ты маленькая девочка. Просто чувствовать счастье. Счастье, которое окутывало себя тогда. Я больше ощущаю, чем вижу. Вижу только младенца. Чуть старше, сразу я это я. И вот почувствуй, почувствуй себя Светой. Почувствуй маленькой девочкой. Счастливой. У ног которой весь мир. Мы сейчас обратимся к высшему я этой девочке. Которое пришло в этот мир. Для того, чтобы играть в эту игру под названием жизнь. И давай спросим у Него, какими талантами обладает Света. И как оно видит высшее я Света, ее Душа. Видит, как Света может раскрыть свои способности в этой жизни. Свои таланты. Обратись к Него с запросом. Выше я. Какие таланты есть у Света? И как ты видишь игру под названием жизнь? Как они должны проявиться в течение жизни у Света? Где-то чуть больше. усилий времени, где-то чуть меньше. У Света нет ограничений. А что интересно Свете? Что бы она хотела в этой жизни открыть для себя? А что интересно Свете? Какие аспекты игры под названием «Жизнь» и «Интересно»? Магия. Будь девочкой. Я девочка. А теперь давай, сохраняя вот это состояние детского спокойствия, безмятежности, любви и доступа к информации, а прямого взаимодействия со своим Высшим Я, мы пройдем чуть вперед по времени. Вот Света стала взрослой. Вот Света вышла замуж. И давай спросим сейчас у Высшего Я, что интересно Свете? Она вышла замуж такой. Ой. Света взрослая. Все, что связано с людьми, с общением с людьми. У Светы есть талант к общению с людьми, помогать людям, или чтобы люди Свете помогали, или оказывать им какие-то услуги, или просто взаимодействовать. Давай. У Светы есть талант к целительству. Просто, да. А помогает людям определяться в каких-то их моментах, в дизайнерских или творческих, или связанных там с выбором одежды, или-или. Неинтересно. У Светы есть талант к магии. А что еще интересно Свете? Жить. А что Света вкладывает в понятие жить? Путешествовать, строить, творить, общаться, любить, любить, любить. А посмотри, как Света относится к детям. Весело. А Света самое хочется иметь детей? И да, и нет. А давай мы уйдем в нет. Что препятствует? Что валит? Нет. Какой страх, или какая проблема, или какая ситуация? Давай мы туда вернемся сознанием в нет. И найдем, что это за нет. Нет времени на себя. Все лучшее детям, все надо отдать. Ничего себе. Все только ради детей. Света сейчас озвучивает программы. А давай мы сейчас почувствуем, где эти программы откликаются в теле, когда Света их произносит. Живот, Солнечное сплетение. Внутреннюю часть бедра в колено и вниз. И теперь давай возьмем все эти вот отклики и стянем в одно место. Солнечное сплетение тянем. И ныряем туда сознанием. Ныряем сознанием и оказываемся где-то. Что ты видишь? Я счастливая, отзывчивая, маленькая, вокруг сильно охмуренные, какие-то озадаченные, взрослые. Состояние такое-то. Ну, наверное, ну, это взрослый мир. Я все-таки ответственная. Ну, и все, и не хочу расти. Не хочу становиться взрослой. Ну, так хорошо. И девочка. Надулась я. Такое сострадание ко всем. При этом мучку вы же сами так решили. Надулась. И какое решение в это время у Светы в голове возникло? Надо делиться, быть самостоятельной. Самой по себе. Ну, чтобы им не мешать. Самостоятельной. Света решила не расти, не становиться взрослой? Нет, такой, какой я хочу, взрослой. Не такой, как они. Света создала свою взрослую Свету. А внутри что в это время чувствовала эта маленькая Света, когда была с этими взрослыми? Что хотела сделать ее телом? Обниматься. Обнимашки. Обниматься. Обниматься. Угу. Обниматься. 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 Угу. ну нет, для этих взрослых для меня же не обузу попсы, просто неправильные взрослые давай мы снова вернемся сейчас в тело и пройдем по ощущениям в теле, те, которые были в области солнечного сплетения очень щекотно и эти вот вибрации, такое ощущение, что когда холодно трясет, как озно но она сейчас очень интересно не проявляется на физике а внутри именно такая вибрация по солнечному сплетению как раз-таки внутренняя часть бедра такая очень щекотная, вибрирующая щекотная и уходит чуть выше в грудь и просто по каждому из блоков пройди вниманием по каждому из откликов вниманием пройди пошли в это место любовь просто внимание и любовь и мы возвращаемся снова к нашему Высшему Я и задаем сейчас вопрос ему, что сейчас интересно Свете? семья семья Света хочет и не детей что значит семья для Светы? вибрация 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 нету понятия какого-то набора слов нету есть понимание что такое семья но оно как общепринятое а что такое для лично для меня взаимопонимание выручка любовь какой-то достаток ты в семье имеешь право заниматься в своей семье заниматься любимым делом кто тебя лишил этого права сама а зачем обязанности надо заботиться о семье женщин то есть ты уходишь от тех моментов где у тебя есть обязанности там где надо делиться там где надо отдавать там где есть какие-то обязанности а зачем ты уходишь что в этом страшно ограничивает развитие все ограничивают тебя ограничивают и дети любимое дело обязанности обязанности дети как две параллели в одной любовь и в другой обязанности дети как разделены как взаимодействие любовь и как дети как обязанности когда хорошее настроение у них причем то все замечательно когда у них плохое то это превращается в обузу в обязанность давай сейчас прочувствуем когда ты говоришь обязанности как это откликается в твоем теле да шею передавливают как кто-то душить начинает прочувствую это ощущение сейчас и уйди в него сознанием нырни в него где ты оказываешься у меня реальное ощущение что меня кто-то зашкирять не трясет или придушивает как-то именно физическое воздействие над как насилие что ты при этом чувствуешь что телу хочется телу ничего какое-то безвольно сбежать хочется в себя какая-то мысль стучит в себя не вообще не дифферентно решение какое-то внутри возревает что при этом происходит для им надо так надо подчинение да я осознаю и признаю я осознаю и признаю что инстинкт подчиняться что инстинкт подчиняться уходить в себя уходить в индифферентное состояние служи мне и моему роду я осознаю и признаю что я могу жить в безопасности Я осознаю и признаю, что я могу жить в безопасности. Без инстинкта. Без инстинкта. Выходить в индифферентное состояние. Выходить в индифферентное состояние. Что там еще было? И подчиняться. Да, и подчиняться. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Тебе ощущения. И возвращаемся обратно к Свете. К ее Высшему Я. И задаем вопрос. Высшему Я. Чем еще хочет заниматься Света? Что интересно Свете? Как она хочет себя проявить сейчас в этой жизни? Просто радоваться. А что Свете приносит радость? Ну все. Ну вот конкретное занятие, какое приносит Свете радость. Пока никакое. Пока никакое. Просто здесь. Здесь сейчас. Здесь. Угу. Угу. А теперь давай посмотрим на Свету со стороны. Вот Света находится дома. Чем она занимается, когда она счастливая и радостная? А что ей хочется делать? Готовит. Угу. Встречается с кем-то, с друзьями. Угу. А где Света будет чувствовать, что к ней поступает энергия от реализации, от ее проявления в этом мире? В какой деятельности? Картинка и институт, ну кафедра. Угу. Угу. Свети интересно преподавать? И учиться, и преподавать. Потому что я и с двух сторон вижу. Угу. Угу. Что интересно изучать, и что интересно преподавать? Психология. Угу. Свети нравится эта картинка? Угу. Как бы она хотела ее дополнить и исправить так, чтобы она ей нравилась, чтобы она вызывала у нее интерес и наполняла ее жизненные силами и энергией? Полюбить учиться, позволить себе учиться. Институт, сам институт конфликт вызывает. Сейчас мы выйдем еще раз из этой картинки. Института и представь, что ты стоишь и напротив тебя стоит взрослая света. Это взрослая света, это твое Высшее Я. Задай ей вопрос. Что тебя интересует здесь и сейчас? Как бы ты хотела себя проявить здесь и сейчас? На беременность показывает, живот показывает. Угу. 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 И поблагодари свое Высшее Я. Угу. Мой голос сейчас будет исчезать, а вместо моего голоса появится голос Олега. Угу. но голос снова возвращается это поражаешься еще еще дальше и прикасать твои руки немного напряжение в руку пока застыла напряжением руку хорошо молодец молодец прямо сейчас ты можешь находиться там где ты хочешь находиться там где тебе легко и комфортно там и детей ничего не беспокоит тогда еще упал пальцем еще раз вот так твоя левая рука медленно и подсознательно пойдет вниз и потянет тебя за собой в то глубокое состояние которое тебе известно либо ты засыпаешь погружаешь со своей полной безопасности полной безопасности погружаешь чтобы испытать эти глубокие состояния для использования самостоятельно полной безопасности прекрасное состояние прекрасное состояние прекрасное состояние прекрасное ощущение и когда я прикоснусь твоему тебе наук идет какая-то картинка это будет звук или цвет абсолютно неважно и эта картинка или этот знак будет означать вы пароль в это состоящее он будет известен только тебе сама и ты запоминаешь запоминаешь что это был за знак и и даешь мне знать движением указательного пальца правой руки заполнен запомнила ли ты этот знак если да даешь мне знать движением указательного пальца если нет даешь мне знать движением большого пальца правой руки я прикоснусь вновь это произойдет этот знак который знаешь только ты это может быть картинка звук цвет или ощущение которых тебе и когда ты выделила и запомнила этот знак ты даешь мне знать движением указательного пальца правую хорошо и когда ты сомкнешь большой указательный палец на своей левой руке вспомнишь свой знак который знаешь только ты ты тут же погрузишься в это состояние состояние в котором ты сможешь продолжить обучать свое тело новым навыкам новым приятным изменениям и это происходит прямо сейчас скоро я буду считать считать это 1 до 3 на 4 ты полностью проснешься со светлой и ясной головы ты будешь помнить те навыки открытия ощущение приятное ощущение но все что тормозило и мешало это уйдет и останется там внутри в этом путешествие я говорю один ты начинаешь ощущать положение тела в этом кресле я говорю два голова становится светлая и ясная голова как будто бы горный воздух голова как будто бы чистейший ротник светлое ясно начинает медленно появляться мысли светлые темные ты выбираешь и забираешь те которые тебе полезны которые тебе нравятся и стоит тебе только замкнуть большой указательный палец на левой руке произнести мысленно или про себя знак ты тут же погрузишься в состояние в котором ты сможешь и впредь работать с собой и достигать новых полезных изменений и когда я скажу 3 полностью просыпаешься полностью просыпаешься уже измененными с новыми полезными навыками прекрасное ощущение каждая клетка чувствует себя здоровой молодой красивый каждый орган чувствует себя так как задумала природа хочется жить творить хочется дышать наслаждаться от этой жизни я говорю 3 потянись не хочу отпускать не чувствую себя замечательно очень что очень странно для меня действительно очень странно что я не могла двигаться вообще и очень было лень отвечать на столько вот это какие-то титанические усилия просто чтобы разговаривать это и не не описать на некоторые вопросы ответы были и там такие состояния там прям целая жизнь прошла потому что то что я успела выдать то что вышла замуж упс там на самом деле было такое ощущение что такая маленькая девочка мой но я тут поменяла в инге думала вы не заметили но то станка очень как это такие эмоции настолько яркие ну сами по себе и странно что ты не можешь их выразить ну то есть через тело то есть кто-то и вот как я бы сказал что это три состояния сразу я поняла что мне так хорошо ну реально мне хорошо вот и видимо да сейчас посмотрим о как у меня поменяется вот это потому что хочу детей да нет это пара ну вот да нет вот как есть как так так и да нет и если поменяется состояние что нет убрали есть да я буду только счастлива и уже благодарна за то что я вообще сюда пришла приехала за все все а запахи запахов не нет а такое слышал вообще не было никаких запахов нет вообще никаких запахов не было хорошо хорошо а вот возьми сложу пачки и произнеси тут пароли и расскажи что произойдет через минуту можешь легко говорить ну да все пока ну как бы долго если посидеть еще минуту то да будет то то же самое а выходить из этого как вопрос я же так могу сутками присидеть смотрите либо если у вас есть время ну допустим это перед сном это состояние перейдет в обычный физиологический сон проживайтесь и все нормально если это где-то в обед или на восстановить себя вы ставите задачу через пять минут проснуться через пятнадцать через двадцать чего вы хотите достичь отдохнуть или что-то ощутить представить я могу сказать что вот этот запрос который я верить себе который вот этот мифический без цели вот он сейчас реализовывается через то что я была в этих состояниях я их знаю просто я их проходила самостоятельно и я не понимала нас насколько глубоко где ресурс вот сейчас для меня это с одной стороны до новый опыт а с другой стороны вот веры вот я теперь себя верю себе не в себе а себя сама наработала какие-то состояния которое начало изучать и потихонечку не пришли кто-то же тебе это да ты сама значит ты сама всего сможешь достичь обалдеть конечно мы сегодня работали у тебя какие-то вещи останутся в памяти практически все сейчас после этого я останутся в памяти у тебя будут моменты связанные с дни там где да и нет где вот это отторжение идет это отторжение ты не очень хотела раскрывать да оно осталось в тебе какие-то образы в тебе не приходили я не поволокла наружу да как с этим работать самостоятельно ты их будешь еще дорабатывать ты выходишь на образ ты выходишь на отклик в теле и ты растворяешь это все своим вниманием либо находишь то решение когда ты тогда приняла который лежит под этим но когда решение нет либо она не готова к озвучке тогда просто держишь там внимание минуту две три пять и ты будешь видеть что вот этот вот отклик в теле на который почувствовала что там где-то блог лежит ты просто в своем внимании смотришь и как он будет сморщиваться уходить и утекать как правило утекает в позвоночный столб вверх пошло по позвоночному столбу туда уходит через внимание ведется ровно такая же работа как через уже просто этот прием не пользует он самый простой тогда не надо извлекать осознание тогда мы просто закрываем блок вот этот прием тоже сможешь использовать спокойно в работе вот самый примитивный и он не требует того чтобы тебя кто-то вел это не самостоятельная работа потому что более сложные приемы потом забываешь их и просто сидишь и тупишь а сидеть и тупеть можно прикладывая внимание за счет этого решать проблему поэтому инструментарий у тебя сейчас через свой опыт есть хорошо ой заниматься выключаю камеру